Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас снова приветствовать на нашем уроке математики. Как ваше настроение? Вы приготовили свои учебники, тетради, пеналы. Молодцы, ребята! Будьте внимательны, мы начинаем! Сегодня мы с вами проведем необычную работу. И эта работа будет не по учебнику. Я предлагаю вам быть очень внимательными, потому что все задания у нас будут на экране. Перед вами уже есть рабочие тетради. Эти тетради должны быть раскрыты. Запишите число. Будьте внимательны, мы будем работать сегодня в вашей рабочей тетради. Мы пришли сюда учиться, не лениться, а трудиться. Работаем старательно, слушаем внимательно. Я прошу вас быть очень внимательными, чтобы ничего не упустить. Будьте внимательны. Перед вами задание. Это слово зашифровано в вашей таблице. Давайте попробуем разгадать это слово и узнаем, кто же сегодня будет нам помогать на уроке. Справитесь, ребята? Конечно. Для того, чтобы справиться, вам помогут ваши знания. Итак, давайте же решим эти задания. Итак, решаем по порядку. Прибавляем к нулю единицу и получаем число 1. Находим в таблице число 1 и вставляем в буковку, которая стоит рядом с ним. Получаем? Верно. Букву А, последний в таблице. Следующее решаем выражение. Прибавляем к единице 1 и мы получаем с вами 2. Вставляем на месте 2 букву, буква З. Решаем следующее задание. К 5 прибавляем 5, получаем 10. Вставляем над числом 10 соответствующую букву. Следующее задание выполняем. 2 плюс 2, 4. Правильно, вставляем в буковку Н. К 2 прибавляем 4, получаем 6. Вставляем в буковку. И из 9 вычитаем 1, получаем 8. Молодцы. Вставляем в буковку. А теперь все вместе прочитаем слово. Знайка. Молодцы. Вставляем в буковку. Поэтому пробуем работать самостоятельно. Выполняем следующее задание. Вычисли. Вам нужно найти результаты данных действий. Вам нужно из числа 10 поэтапно вычесть каждое из этих чисел на экране. А затем и к 6 прибавить соответствующие числа. Выполняем самостоятельно и записываем эти числа в своей рабочей тетради. Давайте же проверим, что у нас получилось. Из 10 вычли 2, мы получили 8. Из 10 вычли 7, получили 3. Из 10 вычли 4, получили 6. Из 10 вычли 8, получили 2. Молодцы. Далее. Из 6 вычли 1, получили 5. К 6 прибавили 1, получили 7. Из 6 вычли 5, получили 1. К 6 прибавили 3, получили 9. Справились? Молодцы. Следующее задание. Это задача на вашу внимательность. Будьте внимательными, и тогда вы назовете правильный ответ. Белка в лесу орешки искала. 10 нашла, но 3 потеряла. Сколько осталось? Сочти поскорей и не задерживай добрых людей. Быстренько называем. Конечно, ребята, результат равен 7. У белки было 10 орешков, а затем она 3 потеряла. Значит, из 10 вычитаем 3, получаем 7. Молодцы. Следующая задача. На березе 5 листочков. Ветер рвется под плащи, и листочков на березе уж не 5, а только 3. Сколько листочков сорвал ветер? Отвечаем на вопрос. Верно, ребята. Листочков сорвал 2. Всюду Павлику почет. Павел блинчики печет. 9 блинчиков сгорело, а последний был сырой. Сколько блинчиков испортил наш герой? Посчитали? Конечно, ребята, 10 блинчиков. 9 сгорело, а 1 сырой. Молодцы, ребята. Мы немножечко с вами размялись. А теперь будьте внимательными. Давайте проведем тестирование. Тесты – это задания, в которых задается вопрос, и называются три варианта ответов. Один из которых правильный. Вам нужно в своей тетради записать номер вопроса, а затем выбрать правильный вариант и записать букву правильного варианта ответа. Справитесь? Конечно. Тогда будьте внимательными. Первый вопрос. Как называется один из компонентов при сложении чисел? А – слагаемая. В – вычитаемая. В – сумма. Как называется один из компонентов при сложении чисел? А. Слагаемая, Б. Вычитаемая, В. Сумма. Вспомнили? Теперь посмотрите ваш вариант ответа, какой соответствует букве, и запишите лишь только букву. Записали? Молодцы! Давайте проверим. Правильно, ребята, это слагаемая. А вот результат сложения чисел или результат этих слагаемых является сумма. Второй вопрос. Слушаем внимательно. Как называется один из компонентов при вычитании чисел? А. Слагаемая, Б. Вычитаемая, В. Сумма. Записали букву. Молодцы! Проверяем. Это вычитаемая. Третий вопрос. Как называется результат сложения чисел? А. Слагаемая, Б. Вычитаемая, В. Сумма. Проверяем. Это В. Сумма. Четвертый вопрос. Как называется результат вычитания чисел? А. Слагаемая, Б. Вычитаемая, В. Разность. Записали? Проверяем. Результат вычитания чисел называется разность. Пятый вопрос. Под кустами у реки жили майские жуки. Дочка, сын, отец и мать. Кто успел их сосчитать? Посчитайте и выберите правильный вариант ответа. А. Три, Б. Четыре, В. Пять. Проверяем. Конечно, четыре. Шестой вопрос. Пять яблок в корзине, а в вазе четыре. У анвара одно. Сколько всего? А. Девять. Б. Десять. В. Восемь. Посчитали? Молодцы. Десять яблок. Седьмой вопрос. У белки в дупле пять орешков в мешке. Еще три на полке. Посчитай-ка, их сколько? Посчитайте. Выберите правильный вариант ответа. А. Шесть. Б. Семь. В. Восемь. Выбрали. Молодцы. Проверяем. Восьмой вопрос. Вчера ученик прочитал тринадцать страниц, а сегодня на три страницы меньше. Сколько страниц ученик прочитал сегодня? А. Десять. В. Б. Шестнадцать. В. Тринадцать. Выбрали. Молодцы. Проверяем. Конечно. Раз на три меньше, значит десять. Девятый вопрос. В. Вазе лежало пятнадцать яблок. Два яблока съели. Сколько яблок осталось в вазе? Посчитали. А. Тринадцать. В. Двенадцать. В. Семнадцать. Десятый вопрос. Из гаража выехали двенадцать машин. Из них пять машин грузовые, а остальные легковые. Сколько легковых машин выехало из гаража? А. Шесть. В. Семь. В. Восемь. Проверяем. Конечно, ребята, семь машин легковых. Молодцы, ребята. Сегодня мы с вами провели тестирование. Я задавала вопрос и три варианта ответов. Вы выбирали лишь только правильный вариант ответа. Каждый из вас проверил свои знания. Ну а теперь пришло время подвести итоги урока. Давайте вспомним, как называются компоненты чисел при сложении. Первое слагаемое, второе слагаемое и результат сложения чисел – сумма. Как называются компоненты чисел при вычитании? Уменьшаемое, вычитаемое и результат вычитания чисел – разность. Вспомнили? Эти правила вам нужно выучить наизусть. Ну а наш урок сегодня подошел к концу. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я рада вновь видеть вас на уроках русского языка и читательской грамотности в первом классе. Вы готовы к уроку? Все приготовили? О хорошее настроении и желании работать? Ну тогда мы с вами начинаем. Сегодня на уроке, ребята, мы с вами будем изучать следующую тему. Познакомимся с творчеством Раима Фархадии, прочитаем его произведение под названием «Светофор», а также познакомимся с новым стихотворением под названием «Зебра». Девиз нашего урока. Повторяйте вместе со мной. Орешек знаний тверд, но мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет желание «Хочу все знать». Начнем наш урок с проверки домашнего задания. Вам нужно было подготовить пересказ произведения «Плакучая Ива», а также выучить правила «Десятине». Я уверена, что вы пересказали своим любимым учителям и получили оценку 5. А сейчас я хочу проверить, насколько хорошо вы запомнили данный текст. Обратите внимание, текст спрятался за решетку. Если вы выучили и все выполнили, то вы справитесь с этим заданием очень легко. «Плакучая Ива». Обрадовалась дерево весне, надела мохнатые желтые сережки, выпустила гладкие блестящие листочки, ветви к земле склонились, стала Ива похожей на желто-зеленую юрту. Загудели в цветущем дереве пчелы. Только не одни пчелы на ту красоту прилетели. Пришли две первоклассницы в принцессы играть. Понравились им ивовые косы. Наломали девчонки веточек, кожу с них спустили. Косички с сережками в венки вплели. У каждой по 20, не меньше. Молодцы, ребята, все правильно. Дальше. Скоро под деревом несколько принцесс собрались. Все с прическами от Ивушки. Смеются, песни поют, весенними косичками хвастаются. Сокончилась игра. Полетели на землю косы с желтыми сережками. Не нужны они больше подружкам. Со смехом по домам разбежались. А дерево осталось плакать над погибшими ветвями. Молодцы, ребята. Я вижу и слышу, что вы действительно пересказ подготовили на отлично. Ну а теперь, ребятки, внимательно посмотрите экран. И найдите ошибки. Наш товарищ Смалек допустил очень много ошибок. Поможем ему исправить их. Загрязняйте природу. Забирайте с собой мусор. Ловите, убивайте насекомых, птиц и животных. Рубите деревья. Трогайте птичьи гнезда. Уносите домой детенышей, диких животных. Тут есть ошибки? Конечно же есть. Давайте исправим их. И запомним. Не загрязняйте природу. Забирайте с собой мусор. Не ловите, не убивайте насекомых, птиц и животных. Не рубите деревья. Не трогайте птичьи гнезда. И не уносите домой детенышей, диких животных. Молодцы, ребята. Вы запомнили правило десяти дней. Ну а теперь посмотрите внимательно на экран. И прочитайте, что вы видите. Верно, мы видим дружную семью, которая желает нам счастливого пути. Каждый день ваши родные и близкие, и вы тоже куда-то отправляетесь. И ваши родные вам желают счастливого пути. Что же это значит? Это значит, что они желают, чтобы вы добрались до нужного места без происшествий в целости и сохранности. А что же нам помогает добраться до нужного места без происшествий, чтобы наш путь был счастливый? Нам помогают различные дорожные знаки, а также устройства, которые мы видим каждый день на дорогах. А что это за устройство, вы узнаете, если отгадаете загадку. У него всегда три глаза. Он не смотрит всеми сразу. Два любых глазка прищурит, а один не спит, дежурит. Он глазами говорит, можно ехать, путь закрыт. Или, внимание, постой, кто же этот постовой? Конечно, ребята, это светофор. Умнички! А что такое светофор? Светофор – это специальное устройство, которое регулирует движение на дорогах. Вы, наверное, обращали внимание, что на улицах вашего города есть разные светофоры. Светофор, у которого три сигнала, он предназначен для транспорта. А светофор, у которого два сигнала, он предназначен для пешехода. И что же означает каждый сигнал у светофора? Красный сигнал. Если красный свет горит, это значит, путь закрыт. Молодцы! Желтый. Подожди чуть-чуть. Будь готов продолжить путь. А зеленый свет горит. Это значит, путь открыт. Я уверена, что вы знаете эти правила и всегда их соблюдаете. Ну а сейчас давайте познакомимся с творчеством Раима Фархади. Раим Хакимович Фархади – это знаменитый узбекский поэт и писатель. Очень талантливый, который очень любит вас, маленьких детей. Раим Фархади родился в 1942 году. Поэт, прозаик, драматург, детский писатель, переводчик, заслуженный работник культуры Узбекистана Раим Хакимович Фархади радует читателей своими замечательными произведениями. Раима Фархади хорошо знает и стар, и млад. По общему признанию, он чудесный поэт, открывающий в своих произведениях удивительный и радостный мир. Его стихи для детей с упоением читают малыши в детских садах, ребятишки, обучающиеся в начальных классах. И в наших учебниках мы очень часто будем знакомиться с произведениями Раима Фархади. Не только в Узбекистане, но и в других странах широко известны его книги «Солнышко свети», «Упрямый ослик каракуз», «Утро в зоопарке», «Кто нарисовал радугу», «Волшебное дерево», «Двадцатиколесный велосипед», «Зеленый верблюжонок», «Кого похож», «Шеребенок и ветер», «Праздник». А книга «Ступеньки здоровья и счастья» – это своеобразная азбука здорового образа жизни, которая была издана в Ташкенте при поддержке Детского фонда Организации Объединенных Наций. Многие произведения Раима Фархади включены в школьные учебники, хрестомати и учебные пособия. Это книги Раима Фархади. Я уверена, что в вашей школьной и домашней библиотеке найдутся его произведения. Прежде чем познакомиться с произведением Раима Фархади, давайте выполним лексическую работу. Запомним значение тех слов, которые, возможно, нам не знакомы. Перекресток. Вот он, перекресток, ребята. Это место пересечения либо примыкания или разветвления дорог на одном уровне. Я уверена, что в вашем городе очень много различных перекрестков. Кто же такой пешеход? Пешеход – это человек, идущий пешком. Пешеходный переход. Это специальная область на проезжей части дороги, выделенная для перехода пешеходов на другую сторону улицы или дороги, либо искусственное сооружение над или под проезжей частью для тех же целей. Согласно правилам дорожного движения, пешеходный переход обычно обозначен специальными дорожными знаками или разметкой. Вот это называется, ребята, пешеходный переход, специально предназначенным для пешеходов. А это знак дорожный, который обозначает, что здесь находится пешеходный переход. Запомните. Ну а теперь давайте прочитаем стихотворение Раима Фархади «Светофор» на странице 47. «Светофор. У любого перекрестка нас встречает светофор и заводит очень просто с пешеходом разговор. Свет зеленый – проходи, желтый – лучше подожди. Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. Не послушаешь – пойдешь, под машину попадешь. Стой, пускай пройдет трамвай, наберись терпения, изучай и уважай правила движения». Понравилось это стихотворение? Мне тоже понравилось. А о чем оно, ребята? Верно, оно о том, как важно соблюдать правила движения. А вы знаете правила дорожного движения? Тогда запоминайте. Правила дорожного движения. Наш дружок – светофор. Заучи закон простой. Красный свет зажегся. Верно, стой. Желтый скажет пешеходу – приготовься. Да, умнички, к переходу. А зеленый впереди, говорит он всем – иди, молодцы. Запоминай-ка, на остановке мальчики автобус поджидали. Прыгали, как мячики, весело скакали. Правильно ли они поступили, ребятки? Конечно же, нет. Не балуйся на остановке в ожидании транспорта. Вы можете навредить и себе, и остальным. Дети, послушайте, дельный совет. В транспорт вошли – покупайте билет. Ехать бесплатно и глупо, и стыдно, да и другим пассажирам обидно. Ребятки, всегда платите за проезд. Держись за поручни. Если есть свободные места – сядь. А то можешь упасть. Битком набит автобус был. Сергей пробраться внутрь решил. Всех пассажиров растолкал и гордо в середине встал. Конечно же, Сергей поступил неправильно. Не толкай других пассажиров. Уважай остальных. Две подружки кричать стали. Две проблемы обсуждали. Шум вокруг подруг стоит. Пассажиров это злит. Все сбежать готовы скоро от подобных разговоров. Нельзя, ребята, в общественном транспорте шуметь и мешать остальным. Не разговаривай громко. Ты мешаешь другим. Вот две старушки в автобус садятся. Им тяжело по ступенькам взбираться. Что ж вы сидите в сторонке, ребятки. Бойкие, быстрые, словно козлятки. Бабушкам старым зайти помогите. Место любезно свое уступите. Запоминайте, ребята. Нужно помогать пожилым людям и всегда уступать им место. Возмущается народ. Мальчик семечки грызет. Шелухой засыпан пол. Ребятки, нельзя мусорить в транспорте. Запомните, нужно всегда соблюдать чистоту. Ёж с водителем болтал, от дороги отвлекал. Так его заговорил, что водитель забыл и у остановки не остановил. Нельзя отвлекать водителя разговорами. Не высовывайся в окна транспорта. Это очень опасно. Вы запомнили эти правила? Будете их соблюдать? Умнички. Ну а сейчас, ребятки, вопрос. Кто же поможет вам перейти через дорогу? Корова? Может, зебра? А может, лошадь? Как вы думаете? Внимательно подумайте. Конечно, вам поможет зебра. А почему зебра? Потому что зеброй называют пешеходный переход. Как вы думаете, почему пешеходный переход называют зеброй? Хотите об этом узнать? Тогда давайте прочитаем стихотворение. Но прежде познакомимся с творчеством автора данного произведения. Ирина Валерьевна Гурина. Русский писатель 21 века. Поэт. Автор книг для детей. Автор романов. Главный редактор журнала «Веселый колобок». Родилась 17 августа 1973 года в Санкт-Петербурге. В настоящее время Ирина Гурина – автор стихов и сказок для детей. Иронических романов для женщин. Волонтер благотворительного фонда «Адвита». Хозяйка сайта для родителей и просто мама двоих сыновей. Произведения Ирины Гуриной наполнены добротой, пониманием, радостью и душевностью. Давайте прочитаем произведение Ирины Гуриной под названием «Зебра» на странице 48. У асфальтовой дороги возмущались носороги. Пешеходам нет пути. Как дорогу перейти? Мимо едут вжик да вжик. То такси, то грузовик, то автобус, то маршрутка. На дорогу выйти жутко. Подошел художник Крот. Нарисуем переход. Черно-белая дорожка от порожка до порожка. Зебра ахнула. Друзья, полосатый он, как я. С той поры зовет народ зеброй этот переход. Но теперь, ребята, вы знаете, почему же пешеходный переход называют зеброй? Потому что, верно, они похожи. И пешеходный переход, и зебра в полоску. Давайте ответим на вопросы. Кого называют пешеходом? Верно, человека, который идет пешком. Почему пешеходный переход называют зеброй? Верно, из-за сходства с окрасом зебр, черным в белую полоску. Что означает красный свет светофора или красный сигнал светофора? Верно, он запрещает движение, требует остановиться. Почему все пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения? Как вы думаете? Молодцы, ребята. Запомните, правила дорожного движения нужно соблюдать, чтобы не ставить под угрозу жизнь и здоровье свои и окружающих. Запомним это? Молодцы. Ну а теперь подумайте внимательно. Вам нужно выбрать те картинки, на которых дети поступают правильно, и те картинки, на которых дети поступают неправильно. Картинки распределены по буквам А, В, В, Г. Давайте рассмотрим первую картинку. На ней что происходит? Верно, дети в общественном транспорте дерутся, ругаются. На второй картинке под номером В ребенок уступает взрослому. Молодцы. На третьей картинке под номером В что же делает наш герой? Он притворяется спящим и не уступает место взрослым, хотя они не просто одни, но еще в руках держат младенца. И на четвертой картинке под номером Г девочка мусрит в автобусе. Кто поступает правильно, а кто неправильно, ребятки? Умнички, молодцы. Дети на первой картинке под номером А поступают неправильно. Нельзя ругаться и не только в общественном транспорте. На второй картинке герой поступает правильно, он уступает место. На третьей картинке мальчик поступает неправильно. И на четвертой картинке девочка тоже поступает неправильно. Нельзя мусорить, ребята. Я надеюсь, вы будете такими же, как мальчик на второй картинке. Молодцы. Ну а теперь поиграем в игру «Найди слово в слове». Найдите слова в слове «светофор». Подумайте, попросите родных, чтобы вам помогли. Нашли. И какие у вас получились слова? Отлично. А вот что получилось у меня? Свет, фото, торф, сорт, совет, втор, остров, второе, ворс, рост. Я уверена, что вы нашли еще больше слов. Ну что ж, пришло время подводить итоги урока. Что мы делали на уроке? Верно, мы работали по учебнику, изучали правила дорожного движения, познакомились с творчеством новых для нас писателей. Что нового вы узнали? Вы узнали, почему же пешеходный переход называют зеброй и запомнили правила дорожного движения. Какие правила дорожного движения вы знаете? Верно, на красный свет переходить дорогу нельзя. На зеленый можно. И нам, пешеходам, людям, идущим пешком, нужно проходить и переходить дорогу только по пешеходному переходу. Молодцы. Запишите домашнее задание. Вам нужно выучить понравившееся стихотворение наизусть, на страницах 47 или на странице 48. Хотите, вы можете выучить стихотворение Раима Фархади Светофор или Ирины Гуриной стихотворение Зебра. А также, ребята, вы обязательно должны выучить правила дорожного движения и соблюдать их. Спасибо вам за активную работу на уроке. Берегите себя и не забывайте читать, ведь чтение – это лучшее учение. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка и читательской грамотности. Тема нашего урока сегодня – алфавит. Девиз нашего урока – «Внимательно слушай, и все услышишь». «Внимательно смотри, и все увидишь». «Думай, и все поймешь». Проверим домашнее задание. Вам было задано 63-е упражнение на 47-й странице. Вы должны были соединить слоги, чтобы получились слова, и записать их в алфавитном порядке. Давайте проверим. Итак, первое слово – слово «грачи». Второе слово – «лыжи». Обратите внимание на правописание орфограммы «жи». Мыши, «жи», «ши», пиши с буквой «и». Пиши, «пища», «чаща» пишем с буквой «а». «Учи», «ужи», «усы», «уши», «часы», «чаши», «чаща», «шина». Молодцы, ребята, вы справились с этим заданием. На минутке чистописания сегодня у нас слова «погода», «ветер», «горизонт». Обратите внимание на их написание. Запомните и запишите в тетрадь. Слово «погода» пишется через «о». Слово «ветер» пишется с буквой «е» в первом слоге. И слово «горизонт» пишется через «о». Запишите эти слова. Ребята, давайте вспомним, что такое алфавит. Алфавит – это все буквы, расположенные в определенном порядке. В русском алфавите 33 буквы. Выполним упражнение 65. Прочитайте ряды слов, запишите их парами. В первой строке представлены слова «попугай», «река», «котенок», «собака». Во второй строке слова «волга», «кеша», «дружок» и «мурзик». Давайте соединим эти слова. Как вы уже догадались, во второй строке все слова мы напишем за главной буквы. Почему, ребята? Разберем. Попугай Кеша. Кеша – это прозвище попугая. А мы знаем, что клички и прозвище животных пишутся за главной буквы. Река Волга. Волга – это название реки. Мы знаем также, что города, название рек, озер также пишутся за главной буквы. Котенок – мурзик и собака – дружок. Эти слова «мурзик» и «дружок» вы также будете написать за главной буквы. Запишите эти слова и запомните, что клички, прозвища, имена людей, названия городов, озер, рек, населенных пунктов пишутся за главной буквы. В упражнении 66 нам нужно расположить имена в алфавитном порядке. Даны имена людей. Галина, Бахтияр, Елизавета, Борис, Зинаида, Азиз, Иван, Кирилл, Маргарита, Нина, Зумрад, Татьяна, Юрий. Будьте внимательны при выполнении этого упражнения. Все имена вы должны будете написать за главной буквы. Давайте поставим их в алфавитном порядке и посмотрим, что у нас получилось. Проверяем. Запишите эти имена. Еще раз напоминаю, ребята, что все имена, фамилии и отчества всегда пишутся за главной буквы. Сегодня у нас интересное задание представлено. Вы должны будете прочитать зашифрованный текст. Давайте попробуем называть эти картинки словами. И тогда у нас получится с вами складное стихотворение. Попробуйте самостоятельно это сделать. Ну а теперь проверим, что же у нас должно получиться. Мне купила мама кубиков набор. Высыплю их прямо на пол, на ковер. Я из них построю домик и забор. На ковре устрою я просторный двор. Будет в доме первый и второй этаж И с большой дверью для авто гараж Будут в доме люди жить и не тужить Ссориться не будут, будут все дружить Будут всей семьей жить и поживать Потому что строить лучше, чем ломать Вот такое замечательное стихотворение у вас должно получиться Я думаю, что вы справились с этим заданием Молодцы! В упражнении 67 следует записать название нарисованных предметов Но не просто, а в алфавитном порядке Ребята, какие мы видим картинки? На картинке мы с вами видим следующие предметы Это блокнот, пенал, азбука, ластик, карандаши и фломастеры Попробуйте самостоятельно расположить эти предметы В алфавитном порядке и записать их в тетрадь Давайте проверим Итак, слово азбука будет самым первым словом Потому что это слово начинается на букву А Затем карандаши, ластик, пенал и фломастер Молодцы, ребята! Вы справились отлично с этим заданием Переходим к упражнению 68-му Прочитайте, объясните, что значит уметь дружить Напишите по алфавиту фамилии и имена 3-4 ваших одноклассников Прочитаем стихотворение Дружба нам всего дороже Мы живем дружить умея От Арбузова Сережи до Якушкина Андрея Весь наш класс А до Я это дружная семья Ребята, я уверена, что у вас тоже очень дружный класс Но у каждого из вас, конечно же, есть друг или подруга Давайте сегодня поговорим о том, кого мы можем считать своим настоящим другом Друг или подруга Это тот, с кем можно помолчать, поплакать, посмеяться Тот, кто всегда выслушает в трудную минуту и поможет тебе Тот, кто останется верным тебе даже тогда, когда от тебя отвернутся все Друг это тот, кто поймет тебя лучше всех, даже если ты будешь молчать Это тот, кто примет тебя со всеми твоими минусами и недостатками Друг это тот, кто всегда скажет тебе правду, даже если тебе это не понравится И друг это тот, кто простит тебя за то, за что простить тебя другой не сможет Самостоятельно в этом упражнении вы запишите по алфавиту фамилии и имена ваших одноклассников Подведем итоги урока Что нового узнали на уроке? Мы сегодня с вами вспомнили, что такое алфавит Алфавит – это буквы, расположенные в определенном порядке И поговорили о том, сколько букв в русском алфавите В русском алфавите 33 буквы Перейдем к разбору домашнего задания Это упражнение 63 на 50 странице Прочитайте фамилии учеников, запишите их по алфавиту Ребята, вы уже замечательно все справляетесь с подобными заданиями Поэтому я уверена, что это упражнение вам будет выполнить очень легко и просто Обратите внимание на то, что фамилии учеников вы также будете записывать за главные буквы Запомните это правило Ну а на этом наш урок закончен До новых встреч До свидания, ребята И давайте вспомним слова предыдущих уроков Warm – тепло, hot – жарко, cold – холодно, cool – прохладно Санни, солнечни, давайте продолжим Смотрим внимательно на экран What season is it? Какое это время года? It is winter – это зима It is spring – это весна It is summer – это лето It is autumn – это осень What's your favorite season? Какое твое любимое время года? It is winter – зима So, winter – зима, spring – весна Summer – лето, autumn – осень What color is winter? Какого цвета зима? Winter is blue – зима голубого цвета What color is spring? Какого цвета весна? Spring is pink – весна розового цвета What color is summer? Какого цвета лето? Summer is green Лето зеленого цвета? What color is autumn? Какого цвета осень? Autumn is yellow – осень, желтого цвета Времена года? Winter – зима, spring – весна Summer – лето, autumn – осень What season is it? Какое это время года? It is winter – это зима It is spring – это весна It is summer – это лето It is autumn – это осень И о погоде It is cold in winter – зимой холодно It is warm in spring – весной тепло It is hot and sunny in summer Летом жарко и солнечно It is cool and rainy И ночем – осенью прохладно и дождливо А также слова Давайте вспомним Sun – солнце Moon – луна Cloud – облако Star – звезда Rainbow – радуга How is a rainbow formed? Как образуется радуга? What can you see in the sky? Что вы можете видеть в небе? I can see – я могу видеть I can't see – я не могу видеть Let's continue Давайте продолжим Can you be kind? So, be strong Tidy up your room Be kind and stay healthy Kind – добрый Feed – кормить Can you be kind? Ты можешь быть добрым? Be strong Будь сильным Tidy up your room Убери свою комнату Be kind Будь добрым Stay healthy Оставайся здоровым Вспомнили? Молодцы Let's continue Давайте продолжим Can you say P, Q, R Letter – P Words И слова Paper – бумага Pen – ручка Pencil – карандаш Quiet – тихий Queen – королева Question – вопрос Red – красный Rabbit – кролик Ring – кольцо Your homework – ваше домашнее задание Повторите новые слова Our lesson is over I wish you good luck Goodbye Bye Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...